Музыка 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 Аленушка, Игоречек, дорогие мои, я настолько рада, что вы вообще у нас есть, что у Ирины есть такая поддержка. Она ближе, наверное, даже сестры. Вот Аленка, сколько лет, я больше 20 лет. 27 лет. 27, да, сколько, ну как маленький еще, Багданчик был, и Алешка, и все, вот мы приехали, познакомились. И с тех пор они как две родные, даже, наверное, ближе. Они делятся всем, что только есть на душе, что уже Ирина жила в Москве, и все время пи-пи-пи-пи в телефоне, Аленка звонит, Ирина ей звонит. Делятся всем, что только есть на душе. А я очень рада, что вы у нас есть. Вы такие, вы вообще пример всем. Вот кто окружающий, я не знаю, где можно встретить таких любящих друг друга, а это чувствуется. Это такая аура приятная, что даже не надо никаких слов, не надо вот посмотреть на него и все сказать, что все у них хорошо, все. А какого сына они воспитали? Я вообще, меня Ирина ревнует, я его люблю с детства. Я его настолько люблю, он Багданчик, можно его скромнить. И подрастал же на моих глазах, когда-то пришел ко мне в гости, такой, теть Валя разулся, в уголочек туфельки поставил, аккуратненький такой, спросил меня, как тебя чувствуете, как теть Валя, как это. Ой, думаю, какой воспитанный, кому-то достанется муж, я думаю, что он достался. У нас и невестка, да, я думаю. Да, такой, такой воспитанный. И вот у меня сложилось впечатление, что он будет хороший муж, хороший друг. На работе у него будет, думаю, он такой, ну как сказать, обязательный, коммуникабельный. У него будет все, вот, как запрограммировало, вот так. Ну, мы же сегодня не на мне. А вы частичка нашей, что очень фьюра уже, так что не надо. Понимаешь, как будто ты показатель. Да, он очень, он в семье, а он мне сказал по-другому, Алёночка, тебе плюс большой, это, говорит, мама меня так воспитывала. Это мамина заслуга, вот, сказал. Так что я очень рада, вы и в горе, вы со мной были, у меня, когда умер муж, в похоронах они были, все рядышком были, поддерживали. Вот чувствовалось тепло, не было такого одиночества, что я не одна осталась на этом свете. И очень благодарна, что вы с Ириной настолько близки, ну настолько, что, ну даже, может, она кое-чего и Саше не скажет. А тебе все скажет. Я благодарю судьбу, что у меня еще есть одна дочка. Ой, спасибо, дядя Валя. Ну, сын уже поскольку, и внук, конечно. А в тюрьме внучка-то? А меня Ирина всегда, ой, ты Богдана так любишь, ты Богдана так любишь. Она, я ревную теперь, Богдану. Ну, он с детства, вот я его помню, маленькими, в другой раз они на того бежит, они же бегали, только горлык-то куда-то. Богдан придет с Алешей, покорми их чем-то, покорми. Сяду Богданчик. Да это уже не важно. Такой скромненький, такой, ну в общем, люблю я его. Я вообще люблю всю их семью и рада, что вы у нас есть. И дай Бог, если бы дожила я, чтобы на золотую свадьбу, ну, конечно, я постараюсь. Да, Ирина, мы никуда вас не отпустим. Может, к тому времени уже будут самолеты летать не через Минск, а прямо на Киевск. Я надеюсь, это будет через год. Может, доживем до такого времени. Зачем нам ссориться? Выборы и пусть он нормально. У меня в Киеве тоже и русские, и украинцы. А где вы живете? В Москве сейчас. А жила в Белой Церкви тут вот, на вокзале. Я тоже в Москве живу. Довите нам в доме, да. Где ты же? В Чертаново. А, на Чертаново. А мы на Юго-Западе. Нет. Ну, дай Бог нашим народам как-то помириться. Мы все смешены, многие, почти каждый судимый. Как мне так же дальше на дом? А вы знаете, это ж не народы войны. Не народы, нет. Это политики. Политики, да, вот ты правильно сказал. Да. Так что дай Бог. Спасибо. Если, может, доживу, обязательно приеду на золотую свадьбу. Обязательно. Будьте здоровы, будьте счастливы. Давай. Вмножьтесь, вмножьтесь. Горько. 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 Опа. Ребят, вам сегодня вот за все те времена, которые не было, да? Горько. Ну, давай. Немногие тут знают, что я тосты вообще никогда не говорю. Мы были в Ладыжине. Я же тосты не говорю, и меня прервали. А что я хотел сказать в Ладыжине? В Ладыжине я начал мысль такую, что мы там собрались все, потому что без меня это не обошлось. Сто процентов. Было такое сказано. Все сказали ха-ха-ха-ха-ха-ха, мне же не обошлось. Но мы все тут пьем за пару, за пару, а я бы хотел выпить конкретно за Игоря. Потому что я по себе знаю. Ты попробуй до ней побегать. Это все благодаря моему уму и сообразительности. Понятно? Вот. Поэтому за Игоря ум и сообразительность. Да, да, именно так. Потому что если бы не Игоря ум, мы бы тут вообще не собрались. Игорь, короче, ты ключевая фигура, да. Естественно, все началось оттуда. Ты попили оттуда, оттуда. Конечно. Я очень красивая жена. Существо с тобой начинается, поэтому... Знаешь, как кошечка коту говорит? Дорогой мой, если ты меня поймаешь, я буду твоя. А если не поймаешь, я буду вон в том шкафу. Если кот хороший, то я в мастер спорта сильно бегать не буду. И мы к Свете, а мы только поступали. К Свете-то подруга. Да, да. И я сижу, думаю, ну почему не тот? Почему вот это? А потом она говорит, можно выйти на минутку? И я выхожу, она говорит, ты Свете не говори, но я тебя приглашаю на фильм. Я говорю, хорошо. Ну она, кстати, была теннисисткой, и ей негде было, ну, практиковаться. И мы ходили в генчапарок. А там мужики вот это играют, играют. Ну что, мужчины, давайте сыграем парки. В то время, представляете, 85-й год, на коробку вечериного Киева. Да, давай. У нас стояла, ты, наверное, забыл, мы вам открыли коробку вечериного Киева. Потому что у нас стояли стопки вечериного Киева и пачки больших печенья. Я скажу, что я приняла активное участие в твоей судьбе. Да. Почему? Так что ты и должен... Я буду участвовать. Затемем, да? А я согласовываю. Она как голова в руководке. Так что все нормально получилось. Есть проблема, все бросаем, все делаем. Причем, даже вот независимо от того, знакомые, незнакомые люди. Это человек очень широкой души, готов отдать все и всем. Нет, он так и есть. А Игорь, вот он такой, знаете, настоящий мужчина, который умеет создать вот эту атмосферу в семье. Аленка с своей стороны, Игорь со своей стороны. Аленка больше эмоций, а папа все заглаживает. Ну все как положено. Как и у нас, да? А теперь молчит. Да, да. Ну, назрел тост. Назрел тост. Это наши друзья, мы у них были свидетелями на свадьбе, чем очень гордимся. Нет, мы не свидетелями, а они венчались. И мы у них были на венчании. На венчании мы венчались, все, что практически, да. Нет, ну свидетели, это свидетели, да. Мы побежали на венчание, быстренько. Вы нас еще, по-моему, в машине ждали? Да, мы сначала венчались, а потом просто и разбили. Да быстрее нам поставьте штаб на них. Именем закона. Да поставь ты нам штаб, пошла. Где вот этот ЗАГС? Андрей, кстати, тоже военный. Да. Саша, это бывший, да. Бывший. Так я тоже бывший военный. Я тоже бывший военный. А сейчас есть своя организация, которая занимается поднятием настроения у населения. Очень даже хорошо, да. Очень молодцы. И начинается смайлик, смайл, смайл. Вот сегодня это их работа, как бы это было для населения. А мы уже это как бы и поняли, да. Очень красиво у вас получается, да. Молодцы. Смайл, это андейлик. У нас женились мы тогда, в одиннадцатом. Недавно. Ну, недавно, но... Ну, по сравнению с некоторым... Слава Богу, уже шесть лет, да, поэтому... Ну, конечно, да. Они молодцы. Они молодцы, креативные ребята. Очень красиво, очень красиво. Я вам хочу сказать, да, такое вот... Слава Богу, уже шесть лет. Больше, больше гламура И макияжа, и маникюра Больше, больше гламура И сон, судьбе, и суперфигура Больше гламура И сон, судьбе, и макияжа И сон, судьбе, и макияжа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА All that I have is all that you've given me Did you ever worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me Now I'll find you lying And I can't believe it's true Left in our rooms I see you look up I can't believe it's true I can't believe it's true I can't believe it's true Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Барышни уже легли и просить. 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 Барышни уже легли. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, подожди, сейчас, на. Саша, давай. Простойте, когда проводишь мероприятие, тоже ситуация, когда передаёшь микрофон, что говорить? Я же не готовилась. Я сейчас такой очень... Я же не готовилась, да? Ребята, вот всё, что сегодня говорили, это реальная правда. И, знаете, мне очень приятно, вот я сегодня Люду увидела. Люда, мы с тобой не виделись ещё? Ни разу? Нет, нет, нет. Но я говорю, я настолько... Понимаешь, вот эта твоя свекровь, так называемая... Нет, нет. Она не любит такое название. Нет, 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 я не свекровка, это Людочка. Вот она приходит всё время, когда мы встречаемся. Вот это Людочка, вот это они там, вот это они сям, вот это... Я просто тебя настолько знаю, что я была удивлена сегодня, что мы не встречались. Понимаешь? Ну, Будька, то понятное дело, мы точно не встречались. Тут уже своё радует, сколько были, тут совсем не изменилось. Ну, Будька, каким был таким классным мальчиком и остался мужчина уже. Понцон. Нет, ну я не думаю... Может, может, может. Может. Вот, поэтому, знаешь, я... Просто для нас, вот, родителей, очень важно, как наши дети себя чувствуют. Я очень рада, Будька, что ты нашёл спутницу своей жизни где-то с общими интересами, что вам комфортно друг с другом. И дай Бог, чтобы мы ещё на вашем 30-летии я организовывались. Мастер, ты тоже с вами такого большой не было? На организовывайте. Поможем, да. Да, вот главное, проживите столько же, сколько для родителей. Всё будет хорошо. И вот в таких же отношениях берите. Конечно, всё бывает у нас. Но я вам хочу сказать, вот, кстати, очень интересное наблюдение. Где-то уже, я не знаю, через сколько лет после нашего знакомства, вот что мне нравится в этой семье, у них все их какие-то внутренние недопонимания остаётся внутри семьи. Вот даже самые близкие друзья об этом ничего не знают. А родители, Кимон, Ленбоку? Ну, да. Да, кстати, вам намёк. Ну, это реально, это правильно, так им нужно. И для меня было большим удивлением, где-то лет через не знаю сколько наций, узнать, что Алена с Игорем где-то посолились. Ух ты, они тоже сонят? Ого, тогда нормально. Казалось, что вообще люди не ссорятся. Нет, всё равно. Понимаешь, вот когда поддерживают родители, вот как сейчас ко мне молодые приходят и с той стороны родители, ну, что там ходить далеко, да? И вы поддерживаете своих детей. Как-то вот родители всегда поддерживают, всё помогают и финансово, и всём, и всём. Вы вот реально, вы создали свою семью сами. И не только создали, вы её пронесли и сколько лет, оберегали. Конечно, это женщине большое уважение, потому что женщина, ну, где-то, наверное, есть, это хранительница очка. Память на карточке ещё есть. Если надо заканчивать, то вы говорите. И большое уважение Игорю, потому что, ну, наверное, только за достойным мужчинам женщина может так беречь, хранить и так далее. И тем более через, скажем так, все жизненные обстоятельства, которые складывались в не вашу пользу. Вы сегодня уже об этом говорили. Поэтому, ребята, вы огромные молодцы. И это можно уже сейчас сказать. И это ваш большой плюс. И это ваша большая заслуга. И дай вам Бог. Вот, Игорь говорил, детям, конечно, и детям. Ну, дай вам Бог ещё здоровья. Игорь, ещё ваше вот это взаимопонимание, ваша дружба провести ещё долго, а мы придём, отметим, поддержим. Да, только с вами. У нас там большой коллектив, но это ещё... Да, я уже поняла. Матчатая часть, Машенька, мы ещё развернёмся. Спасибо, Брадьёв. И за это надеемся, Игорь, спасибо вам. Может, никто думает, что они не знают. Не надо уже. Боря Гавринская. Боря Гавринская. Боря, анекдот, рассказ. Она у нас работает в лицее, в учреждении стабильной школе, в Белой Церкви. Да, учитель, преподаватель физики. Да, очень серьёзный, как бы, человек. Ой, ой. Мы теперь будем хвастаться, что у нас есть знакомый, хороший учитель физики. Два! Боря тоже физика. А Боря тоже физика. Да, и директор школы. Дорогие наши люди. Почему перед кипением чайники не ущипеть? Я буду краток. Когда мы сегодня с Борей выбирали вам мягкую игрушку, я говорю, Боря, давай купим этого петуха. И пусть им кукарекает каждое-каждое утро. И вот так они прожили вместе 30 лет. И пускай ещё минимум полтора раза постолько, он вам каждый день кукарекает. И вы каждый день просыпались в объятиях друг друга. Желали друг другу доброго дня. И чтобы у вас эти добрые дни были на всю оставшуюся жизнь. Вместе. Я хотел бы ещё добавить, чтобы вас не только просыпалося, а вас будили. А чтобы вас ещё будили. Да, будили. Я в течении смею, голос такой, дедушка, бабушка. Мы уже ждём за продолжение вашей семьи, за продолжение вашей фамилии. Светлый слой, надо очень... Спасибо вам, Станис. Спасибо, ребята. Мы всё везде откроем, а свет выключаем. Ничего, всё будет хорошо. Всё, с ним выключить мало. Ну, давай. Аня, Лёша, Лёша, он уже ставит. Лёша, я в кухне понял. Я начну. Давай, Лёша. Ох ты, как выжил, молодец. Я сейчас слово вам передам. Вы же одна семья, поэтому... Я просто вспомнила историю, как мы с вами познакомились. Мы не вместе с родителями, когда нас сразу знакомились. Один раз мы прилетали утром из Стамбула, и дядя Игорь как раз провал маринку в аэропорт. И так случилось, что мы по временам пересеклись. И Банан говорит, ну, будет папа, надо вот по-любому увидеться. А я сразу же говорю, как? Мы тут всю ночь не спали, я там не расчесанная какая-то вся непонятная. Мэрит, нет, только кофе попьём и всё. Мы попили кофе и с Маринкой тоже познакомились. Всё вроде хорошо пришло. Но думаю, ну, нормально. Банан приходит, мне Мэрит, надо теперь с мамой знакомиться. Папа позвонил маме, да, сказал, что девочка вроде хорошая, но ведь я теперь тоже хочу. Буквально через неделю приехали в Киев. Мы познакомились, ходили так хорошо поужинали, поговорили. Буквально увалённый последний вопрос. То же, что очень классно, что всё очень просто получается и без именафрега. То есть, да, ну, не нужно стараться, не нужно... Да, всё естественно, да. ...эмоции и всё. Вот, и как бы в этом, наверное, огромный плюс у вас, то, что вы позволяете это делать. Да, то, что вы так относитесь просто очень легко. Не усложняю. Да, не усложняю. И, может, там, конечно, я понимаю, что мы все неодеальные. Может, я вам где-то не нравлюсь, но как вы... Да, у нас другого шанса нет, и у Боди тоже. Так что мы будем на этом настаивать. Ну, просто даже посмотреть, как у вас животные живут в доме, и как вы к ним относитесь. И как животные к вам относятся, как они вас любят. Да, то есть это шанс, и видно, что вы не можете быть плохими людьми. Ой, давай, давай. Да, я должен понимать, что вы хорошие люди. Мы когда-то с Ирой предлагали, может быть, вместо того, чтобы... Они так хорошо относятся к животным, что мы согласны. Да, у меня... Боже, и женщина уже... Аплодисменты! А где невеста наша? Чак, чак. Что? Не ставить куда-нибудь. Не, ну, подождите минутку. Сейчас вот ее сфотографируют. Как это сречить? Нет, сейчас жених пусть держит. Держи, держи. Да, надо так. Буду держать. Спасибо. И будет делать для жены сладкую жизнь. Нет проблем. Я убираю, чтобы не видно было. Может, свечку? Зачем? Тут вот написано, днем свадьбе, Алюна и... Ален, да вы возьмите, да? Берите вдвоем. Нет, так я бы хотел тоже. Возьмите вдвоем. Можно? Стойте, я вас щелкнула. Да мы вас щелкнем из фоторубья. Алло, нож. Ну, вы улыбнитесь, хоть. И не ножи, нырите. Чуть-чуть дальше. Стойте, дальше чуть-чуть. Вот так. Да, да, да. Улыбаемся. И Машем. Улыбаемся, и Машем? Не, ну и на нас тоже потом. На нас посмотрите. Так, кто чуть-чуть ниже пойдет? Ниже, да. Чтобы деть на вас. И на нас. Слышите, чуть выше. Вот так. Все молодые, все молодые. Все так обрабатываются. Ну, улыбнитесь, что вы такие серьезные, как-то. Все, улыбнитесь, сыр, сыр, сыр. Это мне надо. Чи-чи-чи-чи. Они вообще туда спутали. Так, мы туда спутали. Компанируем его. Туда спутали. Сыр. Игорь, на Андрюшу. Так, на меня. Сыр. Да, хорошо. Одно слово на торте какое-то. Пожелание или слово какое-то? Я даже не знаю, что сказать. Одно слово. Слово говори. Чего ты желаешь семье? Счастье. Лаки. Счастье, классно. Счастье, нормально. Да, давай. Любовь. Побольше животных. Да. Ничего себе. Парчелы. Вы закончите. У нас есть шанс. Ребята, вам поцелуем много. Гармонии в семье. Удачи. Купай. Ой, здрасте вам. Тепла и уюта. Терпение, добра и прощение. Хочется много всего. Любви, здоровья. И здоровья в отношениях. Здоровых, красивых, теплых отношений. Просто счастье. Алёка, Игорь, что вы себе хотите? Так я уже сказала. Тихо, я повторила. Мы вас любим. И вот, что мы любим. Таких же друзей нам и вам, как внуков много. Вот, при здоровье и любви, чтобы мы смогли это реализовать. Посмотреть. И по чащам сейчас. Спасибо. 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 Продолжение следует...